Ты живешь в Молдове, и у тебя возникало ощущение, что тебя дискриминируют по одному из признаков, защищенных законом. Чтобы понять, насколько хорошо ты сможешь распознать случаи дискриминации, мы предлагаем тебе пройти следующий тест. Два человека ждут общественный транспорт на двух разных остановках. Когда транспортное средство подъезжает к одной остановке, водитель останавливается, чтобы забрать пассажира, и тот быстро заходит в салон. На другой остановке водитель не захотел остановиться, заметив, что там ждет пассажир в инвалидной коляске, и посадка займет много времени. Как ты считаешь, данный случай дискриминация? Правильный ответ — да. Это случай прямой дискриминации по признаку ограниченных возможностей. Одна из форм дискриминации, при которых два человека находятся в одинаковой ситуации, но относятся к ним по-разному. При этом, одному из них отказано в доступе к праву, предусмотренному законом. И тот, кому отнеслись менее благоприятно, обладает одним из признаков, защищенных законом. В нашем случае этот признак ограниченной возможности. При этом между признаком и неблагоприятным отношением существует причина-следственная связь. Водитель не захотел остановиться, потому что входы и выходы из автобуса человека в инвалидной коляске потребовал бы от него дополнительных усилий. В Молдове дискриминация запрещена и преследуется по закону. Если ты считаешь, что подвергся дискриминации по одному из предусмотренных законов-признаков, и тебе отказано в доступе к законному праву, обратись в Совет по предупреждению о ликвидации дискриминации и обеспечению равенства. Ты можешь подать жалобу на сайте www.egalitate.md. Будь собой. Это твое право. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok